Спелеотерапия и галлотерапия — это методы климатического лечения, основой которой является вдыхание микрочастиц соли. Галлотерапия — это солевой раствор на основе поваренной соли, а при спелеотерапии — там соли флористого калия. А галлогенератором создаётся вот этот сухой аэрозоль и распыляется в основном только натрий-хлор. Спелеокамера воссоздает микроклимат подземных пещер в калийных рудниках. Это уникальный микроклимат, и механизм образования аэрозоля идёт с помощью потока воздуха. Он образуется путём использования вентиляции, кондиционирования и идёт вдоль всей длинной стены, смывая вот эти микрочастички солей. Кроме хлористого калия, там ещё есть ионы. Натрия, магния, железо, цинка, флора. То есть там более состав такой глубокий и более лечебный эффект, эффективнее лечебный эффект, чем при галлотерапии. Показания следующие. Снижение общего и местного иммунитета, кожное заболевание неинфекционного генеза. То есть это аллергические дерматиты, атопические, себорейные дерматиты, экзема, псориаз, угревая сыпь. Все болезни дыхательной системы, особенно бронхиальная астма, поскольку ионизация воздуха приводит к отсутствию пыли и снижению аллергенов в воздухе. Поэтому бронхиальная астма стоит на первом месте в лечении. Хронический обструктивный бронхит, частые трахиобронхиты, особенно у детей, частые простудные заболевания, как профилактика. Заболевания лоурорганов – это хронические синуситы, гаймориты, фронтиты, танзелиты, фаренгиты, ну и, конечно, аллергические риниты. Заболевания нервной системы с фобическими симптомами – это вот когда присутствует тревога, страхи, бессонница. Галлотерапия – прекрасный способ укрепления иммунитета, что, конечно, позволяет противостоять коронавирусу. Плюс моколитический эффект, то есть разжижение мокроты в легких, улучшение бронхиальной проходимости, уменьшение отека слизистой бронхов. Это способствует быстрому выведению мокроты из легких. Вместе с ней уходят и вирусы, и патогены, и бактерии, и человек быстрее поправляется. Плюс влияние на астенический синдром после коронавируса, у человека восстанавливаются силы, увеличивается кровоснабжение, микроциркуляция, поскольку антикогулянтный эффект оказывает галлотерапия. Плюс проходит астенизация. В общем, такой комплекс положительных воздействий, он ускоряет реабилитацию. Противопоказания следующие – это клаустрофобия, боязнь замкнутых пространств, активная стадия туберкулеза, онкозаболевания, все инфекции, в том числе острые респираторные, с повышением температуры выше 37 градусов, обострение заболеваний крови, кровотечение любой локализации, беременность на всех сроках, психические заболевания, в том числе наркомания и хронический алкоголизм, печеночная недостаточность, почечная недостаточность, хроническая сердечная недостаточность, ну и плюс обострение хронических неинфекционных заболеваний. Поэтому перед началом лечения нужно проконсультироваться с врачом. Но рекомендуется два раза в год галлотерапия, по 10-20 сеансов, по 40 минут. И желательно ежедневное посещение, потому что если перерывы два дня, уже эффект снижается.